Велосипедный тур Велосипедный турок В честь 120-летия со дня рождения Османа Батура, чьи жизнь и борьба записаны в историю Восточного Туркестана золотыми буквами, будет организована международная конференция. Мероприятие пройдет 24 апреля в культурном центре Казлычешме, расположенного в районе Зайтимбурну. Наряду с исследователями и историками в конференции примет участие и внук Османа Батура Орхен Набиулы. Стало известно, что теракты в Шри-Ланке в праздничный день христиан совершили семеро смертников. Комендантский час, объявленный сразу же после первых взрывов, продолжается. Представители власти заявили, что за терактами стоит организация National Taufik Jamaat. После заявления ранила Викам Сингха о том, что, несмотря на то, что поступала информация о готовящихся терактах, не было принято никаких мер, внимание вызвало халат служб безопасности и разведки. Дональд Трамп заявил, что продолжит вводить санкции против стран, импортирующих иранскую нефть. В черный список попали Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Турция, Италия и Греция. Помимо этого, в заявлении главы Соединенных Штатов Америки указывается, что введение санкций, наряду с включением в список зарубежных террористических организаций, Национальная армия Ирана увеличит давление на Тегеран. Миллионы детей в Восточном Туркестане, лишенные родителей, находятся в воспитательных лагерях и центрах коммунистов, в которых их заставляют говорить на китайском языке и прививают им китайскую культуру. Тяжелое и безвыходное положение детей, находящихся в так называемых образовательных центрах, очевидно. Мы надеемся на их скорейшее освобождение и желаем вам и вашим детям прекрасного будущего. Поздравляем вас с Днем Независимости и Днем Защиты Детей! Субтитры создавал DimaTorzok